Здравствуйте, с вами наши новости. Сегодня мы поговорим об интересных событиях, которые произошли в Чистополе на этой неделе. При праздновании Дня Победы будут усилены меры безопасности. Об этом на заседании антитеррористической комиссии сообщил начальник отдела МВД по Чистопольскому району Олег Денисов. На местах массового скопления людей, помимо сотрудников полиции, будут привлечены члены формирования Форпост. Подробнее узнала наша съемочная группа. Личный состав отдела МВД будет переведен на усиленный вариант несения службы, а пропуск граждан на центральную площадь в День Победы будут осуществлять шесть контрольно-пропускных пунктов. Это отметили на заседании антитеррористической комиссии в администрации города. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрена усилена следственная оперативная группа, группа резерва и документирование. Кроме того, все места, где будут проходить правительственные мероприятия с массовым участием граждан, в том числе маршруты проходили праечные колонны, будут обследованы кинологами, служебными собаками и взяты под охрану сотрудниками. Также на заседании уделили особое внимание мерам безопасности в школах, библиотеках и учреждениях дополнительного образования. Уже в этом месяце начнется основной этап сдачи единого государственного экзамена. В период, когда в школе находятся ученики, осуществляется охрана с самими преподавателями и дежурной сменой под руководством директора. В здании школы установлены металлические двери, входы и запасных выходов. Также имеются кнопки тревожной сигнализации, стационарный телефон, этаж с определительным номером, журналы учета и проверки тревожной сигнализации. Ежегодно для профилактики с учениками и родителями проводятся открытые уроки классной часы, на которых обсуждаются правила поведения при обнаружении подозрительных предметов и при угрозе террористического акта. Лекции проходят и для сотрудников образовательных учреждений. Представители проекта «Кадровый резерв» совместно с психолого-педагогическим центром провели беседу со студентами сельскохозяйственного техникума. Речь зашла об экстремизме и способах борьбы с ним. О том, как не попасться в ловушку террористов, узнала и наша съемочная группа. Представитель проекта «Кадровый резерв» рассказывает студентам о том, как не стать жертвой террористов. По словам специалистов, зачастую злоумышленники вербуют именно подростков и именно через социальные сети. Встреча проходит на базе сельскохозяйственного техникума. Студенты учреждения регулярно становятся участниками антиэкстремистских мероприятий и конкурсов. Традиционными стали и профилактические лекции. Например, вы рассказали, что вы любите ходить в кино или там, что вы интересуетесь концертом и так далее. В первую очередь он вас пригласит именно туда, для очной встречи. А если вы сказали, что вы не любите, он никогда в жизни не будет использоваться. Это еще другие технологии, но если простым языком говорить, не насторажитесь, когда вами очень подробно интересуются. Также участниками общения стали представители Чистопольского психолого-педагогического центра. Глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов поздравил с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Сергея Арсентьева. В рамках визита Дмитрий Иванов вручил ветерану подарок от президента республики. Подробности далее. Сергей Арсентьев участник Великой Отечественной войны. Сегодня с годовщины победы ветерана поздравляет глава района Дмитрий Иванов. Несмотря на свой почтенный возраст, Сергей Иванович занимается огородом, гуляет и ведет активный образ жизни. О войне Сергей Иванович узнал в поле, будучи совсем мальчишкой. Его призвали в армию в 43-м году. От Каргалей до Нурлата призывники шли пешком, далее поездом до Дальнего Востока. У меня отец и дедушка земледельцы. Вот поэтому меня таскали. Ну, конечно, тут мы дадим шороху. После окончания войны с Германией Сергей Арсентьев участвовал в боевых операциях по освобождению Маньчжурии и Северной Кореи. На данный момент ветеран награжден медалями за победу над Японией за освобождение Кореи орденом Отечественной войны второй степени. В одной из чистопольских библиотек теперь есть новый читальный зал. Открытие отметили торжественным мероприятием. Зал благоустроен благодаря силам неравнодушных чистопольцев. Особое внимание уделили маленьким читателям. Для них подготовлено специальное пространство с соответствующей литературой, энциклопедией и удобной мебелью. Подробности далее. Новый декор, новые стеллажи, новая мебель и все это в филиале городской библиотеки. Ранее здесь не было даже обоев. По сути ремонт сделан своими руками. Помощь создания читального зала оказали неравнодушные чистопольцы, которые подарили мебель, украшения и помогали с ремонтом. Откликнулись добровольцы из близлежащих деревень, родители детей, которые регулярно посещают библиотеку, читатели и это не весь список. А главным инициатором является библиотекарь Елена Быкова. И вот так люди потянулись к нам. Кто-то что-то, кто-то что-то. И потом я уже понимала, что центральной библиотечной системой все-таки так тяжело. Каждую библиотеку надо ремонтировать, что-то делать. И поэтому я придумала, как мне начать ремонт. И я стала собирать макулатуру. Мы сдали макулатуру, 250 килограмм. На эти деньги купили клей и белую краску украсть окна. Новый читальный зал по душе не только взрослым, но и детям. Для маленьких читателей есть игровая зона и зона для чаепитий. Теперь в зале можно проводить неклассные уроки и другие мероприятия. И это удобно. Ведь на базе библиотеки на данный момент работает детское литературное объединение «Свеча», где школьники читают книги и учат стихотворения. Танец, рассудки и воображение. Что же такое стихотворение? Ты внукновение, ты озарение. Вечность открытая нам на мгновение. В рамках открытия зала самые активные добровольцы получили благодарственные письма и памятные подарки. В Доме творчества детей и молодежи состоялся семинар для классных руководителей, педагогов и родителей. Мероприятие прошло в рамках проекта «Содружество поколения». Я провел семинар. Автор множества программ для детей и педагогов Владимир Дергунов. Просто так, знаете, найдите слова какие-то добрые. Скажите, что это вообще важно делать. Это важно делать как можно чаще. Это называется, на земле надо набыться вместе. Работа никогда не кончится, а дети вырастут быстро. Как помочь ребенку в трудную минуту? Как обеспечить ребенку комфорт и безопасность? На эти и ряд других вопросов чистопольским преподавателям ответил почетный работник сферы молодежной политики России, автор множества программ для детей и педагогов Владимир Дергунов. Детям нравится учиться. Кабинетная система, новые предметы. Им нравится. Они тянут руку. Ну-ка, ответьте. Интеллект требует работать. Почему ребенок взяли другу? Я решил первым. Спросите меня, чего хочет мальчик. Спросите меня, чего он? Признание. Ситуацию успеха. Похвалите. Согласны с этим? Общение проходит в рамках проекта «Содружество поколений». Подобные мероприятия прошли в Альметьевске, Заянске, Нижнекамске и во многих других городах республики. Также семинар включает в себя концерт-беседу для родителей под названием «Все начинается с любви». Это были не все новости недели. Подробности можете узнать на официальном сайте газеты «Чистопольские известия». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, ставьте лайки, присылайте свои новости. С вами был Сергей Кресников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова